Слава Украине! Приветствуем от Болонского. Вечер, посмотрите, как у нас красиво. Сейчас вот уже стемнело немножечко и только что зажглись огни вечерние. Можете посмотреть, как выглядит один из центральных киевских районов. Дети катаются. Кстати, вот посмотрите, да, дети повозвращались с родителями. Уже полно детей. И уже работают все службы проката велосипедов, самокатов и прочей вот этой вот ерунды, на которых наши школьники, студенты и просто малышня любят кататься. И вот сейчас, как раз тут в парчке, местные детвора тоже вон катаются. Такая мирная картина. Хотя, к чему я веду, что сегодня ночью по нам по всем летел 21 шахет. Путин, бандит и террорист Путин послал по нам кучу шахетов. И 16 из них сбили, а вот остальные долетели. Но, правда, не все попали туда, куда он хотел. Но, тем не менее, вот тут Боржищеву, недалеко от Киева, мы все знаем, что попали эти вот ракеты и разбили, разбили, к большому сожалению, там общежития с людьми, вот с такими же детьми, как вот эти, которые катаются там где-то в парчке, вот у меня за спиной. Вот, чтобы вы понимали, каким образом сейчас у нас видится благополучие в Киеве. С одной стороны, вроде бы нормально, вроде бы все спокойно и вроде бы хорошо. С другой же стороны, вы все прекрасно понимаете, что в любой момент этот неадекват может опять пульнуть сюда ракеты, бомбы, еще что-нибудь. Ну, слава богу, что ему уже немножечко ручки так пообрубили, поукоротили, и он, собственно говоря, уже не может в том объеме пуляться ракетами, в котором он пулялся по нам ими в феврале-марте прошлого года, в апреле прошлого года, да. Тогда, конечно, летело каждый день немного, хотя сейчас каждый день тревоги, каждый день воздушная тревога, это уже, как говорится, знаете, это как встать и кофе попить, почистить зубы, так и воздушная тревога у нас. То есть мы привыкли к ним уже, уже дело обычное, ничего, как говорится, нового в этом нет. Хотя, вот еще один момент, посмотрите, в Киеве везде абсолютно работает уличное освещение, никаких проблем с ним нет, вообще нет никаких проблем со светом. И я, так часто говоря, и не понял, какую цель преследовал террорист Путин. Он не только террорист, он же у нас сейчас подсудимый, подследственный, да, его же разыскивают. Подсудимый, подследственный Путин, пытаясь разбить нам энергетику. Ну, у нас энергетика, сами видите, как работает, все работает абсолютно великолепно. Сейчас я развернусь в другую сторону, чтобы вы не думали, что это только с одной стороны работает. Вот, с другой стороны, вот так вот, действительно, да. Вот, так какую цель? У нас все купили генераторы. Я почему-то подумал, что Путин, наверное, представитель одной из таких компаний, которая производит генераторы, и они ему хорошенечко забашляли, он решил нам разбить тогда эту самую энергетику, чтобы мы искупили все их генераторы. Не только мы, весь мир для Украины покупал генераторы, так что вот Путин сделал кое-кому хороший бизнес. Вот, а, конечно, Россия в очередной раз летела под санкции, но это проблема этой России, она и будет под санкциями, пока не развалится. Вот, а по погоде, ну, можете сами посудить. Я вот сейчас стою, вообще на мне одна майка и какая-то легкая куртка, ветровка, которая вообще не от холода и так далее. Я сейчас, наверное, градусов, не знаю, 10-15, тепло, совершенно тепло, никаких проблем нет. Немножко по, пару слов по ситуации в Киеве. Ситуация спокойная. Насколько это может быть спокойно, когда по тебе иногда летают шахиды, а тревога, к которой мы, собственно говоря, привыкли, и на которую уже, по большому счету, начекать. Тревоги у нас, воздушные тревоги каждый день, поэтому такое дело. Все городские сервисы работают в обычном режиме. Транспорт городской, включая электротранспорт, в обычном режиме, все магазины в обычном режиме, то есть, все прикольно, все отлично. Еще такой прикол, что у нас через, по-моему, неделю, там чуть меньше уже даже, немножко будет меньше комендантский час, соответственно, до 12 ночи можно будет гулять. Это для молодежи, конечно, красота. Детвора будут счастливы, можно будет при вас под подъездами гостить до 12 ночи. Да, это кого-то будет, не знаю, я, конечно. А так для студентов, конечно, хорошо, кофейни, для кофейни, для бизнеса очень хорошо, что будет лучше работать. Вот, соответственно, будет на час дольше ходить общественный транспорт. С транспортом в Киеве все в абсолютном порядке. Таня знает, что нам прислали кучу новых вагонов в метро, трамваи новые запускают и так далее, и так далее. То есть, городской сервис, городской транспорт работает отлично. И, ну, как отлично? В межах того, что, может быть, сейчас вины, да, вот. То есть, как-то так. Но, во всяком случае, прибывает городского транспорта, прибывает автобусов, прибывает метро. Это вещь абсолютно очевидная. Так что, производятся сейчас закупки даже того, чего раньше вообще не покупали. Я вот не помню, когда в последний раз, например, закупались вагоны метро. А сейчас, по-моему, их там передали почти бесплатно 60 штук. Так что, вот, на секундочку, вот такая вот ситуация. То есть, в принципе, все нормально. Доконтропупим Путина, и все будет вообще хорошо. Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует...